всем привет я спрайт обрезки блин по центре но я сразу вам расскажу помните но это год назад где-то или даже 2 я короче вам показывал я показывал как как игорь издевается над своей девушкой и он в последнее время перестал издеваться над своей девушкой но какой я роффл увидел готовьтесь разменяя разминайте щеки потому что но есть шанс на что то что щеки у вас порвутся готовы 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 эксперименты берем одну миру одну бутылку колы один ментос и заливаем все тебе в рот еще шоколадку заберу давай так чтобы ты в следующей рубрике моей эксперименты участвовала нам нужно набрать 30 тысяч лайков все погнали скорость обычная ноль двадцать пять Сука, Игорь, ну пиздец. Чё было, чё было? Чё было, чё было, чё было, чё было, чё было? Идиот. Чё такое? А чё ты захлебнулся? Ты ж сама мне сказала, давай снимем такое. Всё, ложись, ложись, щас мы с тобой будем. Ну я чё, я чё, дебил что ли я, с тобой делать? Не, ну действительно, я чё, дебил что ли? Не, не, Лёночка, не надо, не пей меня. Ладно, окей, всё. Всё, это всё, что я хотел показать. Издевательства над мирой возвращаются на канал Игоря. Можете зайти, если чё, посмотреть. Он постоянно ещё угорает такой, на заднем плане у него смех. Вот такой. Ой, смешно. Смотри, смотри. Я не удержался. Смотри. Это кринж столетие, кстати. Почему этот ролик не вышел в прошлом году? О, кстати, знаете, что за новость реально? Кто пропустил? Тан-таран. Тан-таран. У меня галку ВКонтакте дали. Прикиньте. Ё-моё. Могу вам рассказать, что за бред после этого происходил. Реально. Вот. Но можете теперь подписаться на мою официальную страничку ВКонтакте. Она до этого была, видимо, не официальная, но официальная. Давайте я порассказываю вам истории по центре. Я даже музычку вырублю. Еды. Сегодня первый день, когда я вам про крысиков расскажу. Не что-то грустное, а что-то весёлое. Я же вчера до конца не дорассказал. Но вчера... Короче, во-первых, помните, всегда рассказывал, что Сонина крыска большая бьёт мою маленькую крыску. Отмена. Вчера моя маленькая начала нападать на Соню. Это что значит вообще? Почему мне было грустно? Я понял. Я уже видосы посмотрел. Мне подписчики сказали, что крысы вообще любят драться. Это их тема. Они таким образом выясняют отношения. Это окей. Но. В чём была проблема? В том, что моя крыса, во-первых, была маленькая. А во-вторых, моя крыса, как теперь понятно стало, она больная была. И она постоянно просто спала. Еле-еле подходила, корм кушала. И дальше еле-еле уползала к себе в домик. Вот. А теперь, почему я рад тому, что они дерутся? Я в историю даже выложил, как они смешно дрались. Потому что... Третья мировая, пацаны, кстати. Хай. Вот. Что за прикол? Крыски теперь дерутся и одна, и вторая. Типа, моя крыска теперь отвечает. Это что значит? То, что Сонины таблеточки... Мы сегодня ещё просыпались, их поели таблеточками. Точнее, ну, там, таблетку берёшь, в стакан кидаешь, и вот так вот размешиваешь, и получается как бы жидкость, которую пьёт крыска. Они стали активнее, это во-первых. Во-вторых, моя крыска всегда была вялая, и у меня есть... Этот... Как его... Ну, такие в клетке есть трубы. И они, ну, видимо, для маленькой крысы, слабой, они опасные, и они, может быть, боятся оттуда выброситься. Ой, точнее, выпрыгнуть, да? Они по клетке вот так вот лазают нормально, а по... По трубам лазила только большая крыса. Со вчерашнего дня моя маленькая крыса начала ещё лазить по трубам, отдыхает в трубах, жрёт активнее, прям реально много жрёт, пьёт. Мы им в поилку налили красивый, ну, какая-то там у них зелёная водичка такая на Mountain View, похоже, чтобы они пили лекарства. И они, ну, реально себя, ну, мне кажется, чувствуют получше. Сони в больнице сказали, что приходите через 5 дней, мы посмотрим, если им станет хуже, мы их усыпим, если им станет лучше, то у них всё будет хорошо. Ну, если честно, я уже вижу, что у них всё лучше. Может быть, у них там внутри в организме полное разложение идёт, но они активные. Если бы они были смертельно больны, они бы, ну, мне кажется, бы не прыгали, не дрались, не жрали, не пили бы, а просто бы лежали бы и умирали. У нас, ну, крыски, ну, сейчас они флексят, реально, но мы их стали меньше на руки брать, и мы стали их, ну, меньше вообще тискать, я вообще с ними не целуюсь. Вот. Соня решила, я не знаю, как ей гениальная такая идея в голову пришла, Соня решила попробовать лекарства для крыс. Типа, вот, взять пальцем с их поилки и лизнуть, попробовать вкусно им или нет. Я говорю, Соня, остановись, блядь, у них вирус какой-то, они болеют, ты можешь заразиться. Ну, есть шанс то, что у них болезнь сальмонелиоз или как-то так, сальмонелла, короче. У меня история же с этой сальмонеллой была, то, что я лег в больницу, меня однажды такое происходит, что, ну, у меня, я сдал очередные анализы, и очень быстро забегают три доктора ко мне в палату и говорят, так, его быстро выписываем, никому не говорим, что у него, а его постельное белье в утиль. Я охуел, меня выписывают, и потом оказалось то, что меня кто-то в больнице, я пришел в больницу без сальмонеллеза, а меня заразили сальмонеллезом, и, видимо, это какая-то очень жесткая болезнь. А мы целовались с этими крысами. Я боюсь то, что я, ну, не, ну, я себя вроде нормально чувствую, но я боюсь теперь от крысика словить что-то, поэтому я не буду с крысиком целоваться и обниматься, если, ну, пока крысик не выздоровеет. Но крысики очень активно пьют, короче, нормально пьют красиво лекарства и красиво отдыхают. Вот, еще плюс вчера по центре мне галку дали, рассказываю про галку, но это уже тупорылая история. Сколько мне начали писать, поздравляю с галкой. Мне начали писать люди, с которыми я вообще не общался, с которыми год у меня переписки нету, полгода переписки нету. Привет, поздравляю с галкой. Да нахер мне всрались твои поздравления, ну, дали мне галку. Это, ну, как правильно вконтакте так и сказали, то, что, типа, галка это является достижением, а не верификацией. Мне нужна верификация, чтобы всякие фэки. Соня, Соня мудила какой-то, сделал полный фэк моей странички и пишет Соня. Привет, скин сиськи. Соня колебнулась. Нет, ладно, я выхожу, и она смеется, я у нее спрашиваю. Она, ну, типа, она на секунду поверила, что это я. Теперь у меня есть галка в переписке, если я буду говорить, Соня, скин сиськи. Все, ну, мне казалось раньше, то, что если у тебя есть галка, ты кому угодно можешь писать скин сиськи и тебе скинуть сиськи. Но, видимо, это не так. Вот, потому что галку, на самом деле, я посмотрел, выдают тем людям, у которых там тысячи подписчиков ВКонтакте. Ну, любому из вас могут дать. Если у вас активные посты, короче, скриньте, пацаны. Если у вас активные посты, ну, там, хотя бы раз в неделю что-нибудь выходит или там два раза в неделю. Плюс, если у вас есть канал около тысячи подписчиков. Я готов даже тест провести, но он будет довольно долгосрочный. Мы вам сейчас, ну, можем взять толпой и подписаться на вашу страничку ВКонтакте, и вы запросите галку, и ее, скорее всего, вам дадут. Вот настолько сейчас все плохо. Там какой-то рэпер, музыкант, у него в группе 700 человек слушают его рэп, у него уже есть галка. 700 подписчиков в группе. Для музыканта 700 человек это вообще, ну, ничего, насколько я понимаю. Вот. Кидаю сиськи, кстати, за 10 рублей. Так вот, я все к чему, если мне галку дали, и если при этом у меня будут чаще теперь просить роспись, для того, чтобы у вас челик с галкой расписался на стене, то я, наверное, повышу ценник, просто чтобы нормально было. Мне говорят, что фокус упал, надо вот так вот делать, и вроде как фокус будет становиться нормальным. Значит так, знаете, что было? Я заливаю видео, оно залилось, и пишет обработка. Я думаю, ну, пока видео обрабатывается, как, объясняю, как на YouTube заливаются ролики, да? Ты заливаешь ролик, пока он заливается, ты пишешь название, описание, теги, и что-то там еще делаешь, как это, в монетизацию копируешь название. Ну, это я так делаю, может быть, это вообще не надо делать. Вот, и потом, после того, как видео зальется и обработается, тебе надо взять и добавить еще несколько реклам, если не добавишь эти несколько реклам, тогда, ну, ролик не зайдет. И еще в конце, если есть вставка, в которой ты ролики вставляешь, оно у меня есть, это тоже делается. Это делается только после обработки. Но я думаю, сейчас обработка пройдет, она обычно идет там 15 минут, да? И, а я пока поиграю. Я играю час, захожу, обработка на 0%. Пошел, посмотрел видео, захожу, обработка на 0%. Я думаю, что, слушайте, я задумаюсь, так, YouTube с 1 января ввел какие-то правила, новые, а я с 1 января еще ни один видос не заливал. Я начинаю паниковать, думаю, может быть, мне, ну, какое-то ограничение влепили, да, или что-нибудь такое, может быть, мне надо что-то нажать. Я начинаю всем ютуберам писать, а это 5 утра. Все спят, я пишу в конфу нарезчиков, говорю, алло, пацаны, что делать, реально? Что, 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 что робить? Почему у меня так? Ну, я удаляю видос, заливаю его опять, опять очень много ждал, но он в итоге залился и вышел. Довольно крутой видос, советую посмотреть. Правда, я планировал его на 10 минут, а вышло на 30 минут, поэтому, видимо, вам придется 2 раза посмотреть или перематывать. Там какой-то хороший человек в комментариях оставил тайм-коды, там 10 сидов, и вы можете по тайм-кодам покликать и посмотреть самое интересное для себя себе. Вот, и, пацаны, последняя новость, это я вчера пообщался с мальчиком из интернетов, он рассказывал, что такое завести свой телеграм-канал, и я себя поймал на мысли, что мне реально не хватало своего телеграм-канала. Почему? Потому что я хочу иногда просто взять, записать голосовуху, не снимать видео, не снимать историю, а записать голосовуху и что-то, чтобы в ней рассказать. Вот, допустим, да, вот на моей страничке я вот это, вот это, вот, зачем я снимал видео? Где вот это? Вот я сижу с хреновым освещением уродским, с уродским невыспавшимся лицом, да, что вот это за видео? Я бы лучше голосовуху записал, но в ВКонтакте нельзя сделать так, чтобы ты отправил на стену себе голосовуху или что-то вроде того, да. В конфу-спонсоров, если я что-то пишу, это видят три человека, эти три человека начинают писать, и мое сообщение уходит куда-то наверх. У меня вопрос, вы бы подписались, если бы у меня был телеграм-канал, вы бы подписались на мой телеграм-канал? Мама мне написала, мы смотрим Bad Comedian, смайлики, очень смешно. Смотрите, значит, это я в детстве, это вам эксклюзив, это я. Посмотрите, какой худой X-то, вот. Это, кстати, вам очень повезло, что у меня тут еще более или менее ровные зубы, у меня такие проблемы с зубами были. Но я при этом вообще никакие брекеты, ничего не одевал, у меня, ну, все само ровно было. Так, вот это я показывал вам или нет? Вот это я показывал, и тут я мегамозг. Это я мегамозг. Ядрить, вот это красавчик, да, только череп какой-то слишком гигантский. Такой, посмотрите, какие у меня глаза гигантские. Сейчас, сейчас. Дорогу, славяне. Дорогу, славяне. Сейчас, сейчас, сейчас. Дорогу, славяне. Да, здравствуйте, что вы хотели? Давай деньги и съебывай нахуй отсюда. Ладно, простите, пожалуйста. Так, ладно, сейчас еще покажу вам. Не, но тут, под Сантре, тут, значит, 2007 год. Вот, 2007 год. Обратите внимание, да, какая красивая прическа. А теперь назад, посмотрите. У меня была сзади, короче, вот такая вот длинная хуйня, и вот так вот. Это было, это было модно. И это было капец, как уродливо. У всех парней в школе это было, типа, супер модно отпускать сзади волосы. И вот у меня сзади вот это вот локон страсти, так называемый, торчит, видите? Даже два локона страсти, это значит, я двойной пулемет любви, Риан. Это мне мамочка скидывает мои фотки, непонятно зачем. Я говорю, мама, не кидай. Но она скидывает, Риан. Вот. Риан. 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 Продолжение следует... ПИРВАНЮЛЬ, АХ ТЫ, ТВАРЬ, БЛЯТЬ ЗА ШО? Ну он и урод Ядрить, ну и урод, конечно Продолжение следует... 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 выключить микро лучше сделать а ну кстати да да интересная идея кстати что в дискорде реально